Всем привет, кто зашел на мой канал. С вами Татьяна. Канал мой называется Татьяна Беликова. Котик мой тут бегает. Сегодня, девочки, уже 15 апреля. Половина месяца уже убежала. На улице очень хорошо. Сегодня солнышко. Я ходила вниз на базу. Пошла за продуктами, сходила. Деньги мне надо было разменять, чтобы двери в школу давать, на автобусы. Ну и пошла. Сегодня понедельник, я не сказала. А вчера пришел зять, а у нас был дождь. И мы в огороде так и не поработали. Потому что дождь такой мелкий начался, а потом прям начал моросить, моросить. Я говорю, ну и куда мы с тобой пойдем? Я пойду попилю. Я говорю, нет, не ходи. Такая погода. Грязь месить там, да и простынешь только. Ну и не пошел, пацан. И я сегодня, вчера вязала кофточку, девочки доделывала, внучки. И вот лазила по интернету, искала вышивки, схемки. И там нашла кошечек, белочек, распечатала себе. Ну и на сейчас, на будущее. И села вышивать. Ну и одну-то вышила, белочку. Вечером уже. А вторую утром проснулась и давай вышивать ее тоже. Вторую. Думаю, надо довышивать, чтобы уже кофту можно было постирать. И отдать внучке. А время-то, день уже пролетает, как бы, думаю, пойду схожу на базу. Пошла, купила там батон Дарису килограмм. Вот сейчас пришла, ходила на мне прям, простая футболка была и фиолетовая кофта из кавказской пряжи. Очень жаркая. Пришла, вся спина мокрая, пошла переоделать. Покупки свои вытащила на стол. Ну, кот пришел, покушал, и вон валяется. Кот загулял, девчата. Тут вот кошка к нему приходит, прям со своей любовью на дом, серенькая. И он вот с ней был, я ушла. Пришла, он орет, есть-то хочет. Я его пощупала, он аж похудел, бедный. Говорю, бедный, бедный, со своей любовью. Аж похудел мой мальчик. Вон он, поел и валяется. Ну, и думаю, завтра я пойду в огород. Сегодня уже не пойду, время 5 часов. Вера сейчас будет уже домой идти, приготовлю ужин. Вот, и опять же приготовлю ужин. У меня там еще уха, кости я кормила, и рыбу мы доели с удовольствием. Мне о вальше бы писала вчера в ватсапе, и фотографии сбрасывала Таня. Сделали вот такую же рыбу-горбушу, тоже икру. Всем понравилось, и деду, и внукам. Но довольные, я рада, что довольные. Хочу постирать кофточку и снять мастер-класс. А может быть, сразу сниму мастер-класс по ней. Расскажу, как я ее вязала, сколько петель набирала девочке, где, что там на подрезы уходило. Вот это. Все расскажу, а потом, наверное, уже постираю ее и отдам внученьке. Вот. Наташа фотку сбрасывала, ей понравилось. Ну, самое главное, что моим детям понравилось. И это я очень рада. Вот. И спасибо хочу сказать всем огромное. Огромное, девчата, спасибо за ваши такие добрые комментарии. Комментарий было очень-очень много под видео. Вот как я рассказывала, как мы с Верой притирались. Ну, наверное, и не притирались. Я не знаю, как это. Может быть, и притирались. Но не знаю. У меня не было чувства такого, чтобы нужно там притираться или что-то. Она мне с первой минуты стала моей дочкой. И все. И все. На этом все. Были вопросы там, как мой дядя получил этот участок. Была ли Вера в пионер... Ну, в пионерлагере. Это раньше были пионерлагере. В лагере Океан. У нее же есть льготы. Потом еще какие-то там вопросики были. Я девчонке вечером сяду, поотвечаю. Поотвечаю. Вот. Потому что сейчас в голове все не уместнишь. Я посмотрю там комментарии так. Повспоминаю, что там, кто что задавал. И вам отвечу, конечно. И вот думаю, на улице так уже тепло. В кофте уже как бы тепло. Куртка моя сшитая, плечевые швы и боковые. Осталось там, говорю, воротник и рукава. Ну, жарко, девочки. И куртка. Поэтому она у меня сильно не требует быстрого вязания. Я, знаете, думаю... Вчера с Ирой Мусиной тоже разговаривали. Она говорит, Танька, а что я эту связать без рукавка? Я говорю, Ера, у нас с тобой мысли прям сбегаются в одну кучку. Я тоже хочу. В кофте жарко, девчата. А вот так вот ветерок бывает, да? Хорошо бы одел без рукавочку. Но я такую хочу, чтобы, конечно, она была попа прикрытая. Я не люблю коротенькие. А вот до полбедра. От талии как бы. Ну, или от попы взять. До колена. Вот половина. Вот этого расстояния. Вот это моя длина, девочки. Я люблю такую длину. Я, наверное, свяжу. У меня много кавказской пряжи. Да и не кавказская есть там пряжа. Надо посмотреть просто. И связать себе именно без рукавку. Чтобы вот так вот одел на тоненькую ковченку даже. И пошел в тот же магазин. Хочется. Хочется-хочется. И все хочется связать. Почему две руки только? Вот. Жулька моя там сидит. Сейчас ходила в магазин. И на базе там видела четыре щеночка маленьких бегают. Залезли под контейнер. А мама их не обегала. Я видела ее сколько раз с сиськами, с полными молока. Но мамы не вижу. И продавцы говорят, что там соседка снизу, у нее такса собачка, что сегодня ночью, что ли, много собак пропало опять. Что за нашествия у нас? Или их травят, или их воруют, или их отстреливают, или просто их ловят. У меня уже такая мысль, не на шашлыки ли их ловить начали сейчас. Вот собак-то наших. Но куда бы старая такса делась? Он от дома никогда никуда не убегал. Она говорит, три дня вот его уже нету. И там еще какие-то с цепи попропадали. Вот что странно. Ну, а я им говорю, да я вот шла сверху как-то. У нас кошка валялась мертвая на тропе. И я подумала, может быть, крысу какую отравленную съела. А может, кто-то отравит. Все возможно, девчат. Почему я не покупаю в этих киосках с мясом никаких беляшей, никаких шаурмов или шаурма, наверное, все просят. Я никогда не покупаю. И говорю, не куплю, не проси. Мы не знаем, с какого мяса там, какими руками. Обычно в таких павильончиках ни воды, ничего нет. Я как-то покупала Вере. Мы шли из больницы. Она была у меня еще более такая маленькая. Ну, как маленькая. Лет восемь ей было уже. Я купила ей девочке беляш. Мы дошли до низа сопки. Ей дитё моё побелело. Ей стало плохо. Стали подниматься в гору. А я же её уже не донесу. Стали подниматься в гору. Уже на нашу вот сюда тропку вышли. И ребёнок начал рыгать. И я поняла, что она отравилась. С той поры, сказала Вера, нет. Лучше булочку простую купить. Или печенье, если ты хочешь. И утолить свой вот этот голод, если ты кушать захотел. Но только не вот в этих киосках. Придорожных тем более. Или где-то там, знаете, ставят самопальные киоски. И продают у нас. Я не признаю эту еду. Потому что в основном в них ни слива, ни воды нету. Нету, девочки. Он почесал причинное место, а потом залез в еду этими руками. Не хочу. И не покупаю. Гляньте. Я сижу, я стою здесь. А мой мальчик... Ну вот как вот. Ну как его можно не любить? Это такой франк. Маркиз. Маркуша. Маркизик. Маркуш. Пришел весь в листве. Весь хвост и лапы. Я давай его расчесала. Благо расческа у него специальная. Она не электризует такая. Ну для кошек. Подрасчесала его. Счастливый. Пойду, девчата, сейчас чаю попью. Вам покажу, что я купила. Я хочу уже... Уже вот видите, день-то пролетел. Я так и не сделала заказ. И пойду сделаю заказ продуктов домой. Потому что у меня и сахар кончился, и мука кончилась. И рис закончился. Я глянула, что-то у меня из круп только гречка. И зато гороху. Гороху, девочки, у меня аж 10 килограмм оказалось. Вот. И еще и в банках там насыпанный горох есть. Поэтому надо сейчас походить по сайту. У нас сайт довольно слон. Интернет-магазин. Я уже как-то говорила. И я на нем все заказываю. Там от коробка спичек тебе привезут до половой тряпки. Все привезут. Вот сегодня закажу, да? Через интернет же я оплачу. Могу наличкой, могу картой рассчитаться сразу же. И мне привезут. Прям-прям в дом занесут. Очень удобно. Очень удобно, девчонки. И хорошо, понимаете? Мне нравится. Никуда не надо таскать. Ничего. Переживать. На себе переть. Все притащу домой. Ну, а сейчас пойдемте домой. Я вам покажу то, что я купила. Вот, девочки, что я купила. Батон себе взяла. Нам на три дня. Опять же, зашла рис. Купила в магазине. Рис по 67 рублей. Знаете, зашла там на базе. Узбеки у нас торгуют. Вот у них купила компот. Видите, какой хороший. Здесь чернослив, курага, ну, с косточками и яблочки. Взяла килограмм, спросила, он говорит, 120 рублей. Но у них рис тоже продавался для плова. 120 рублей за килограмм. Я говорю, нет, я у вас брать не буду. Это очень дорого. В магазине зашла, купила 6 сосисек. Это докторские наши, местное производство. Вере, на ужин, по ужинам. Вот таких вот яблок взяла, девочки. Вот три яблочка у меня от прошлого закупа остались, маленькие. И сегодня вот я купила пять яблок еще. Взяла свекла. Что-то я так, девчатка, захотела винегрет. Свекла молодая, хорошая. И морковочки вот взяла. Сейчас я поставлю варить овощи. Сама попью чай. И, знаете, пойду все же сделаю заказ продуктов. Закажу. Покажу вам, что я буду заказывать. И покажу потом кофточку. Вот, девочки. Морковка вот такая. Мне нравится она. Мягкая у нее сердцевина. Видите, вот даже на слизи. Она сочная, сочная. Там мытая была. Ну, я стараюсь мытую не брать. И свеколка. Зашла там грязная такая, мягкая жуклая. Я говорю, ой, а что, свеклы еще не привезли свежей? Молодой. Он говорит, привезли. Иди вот туда-то. Там возьми на полу, говорит, рассыпанная. Я пошла, вот набрала. Что было на полу, я ту и забрала. Можно даже, знаете, с чесноком сделать. С майонезиком я люблю. Вот, наверное, не винегрет сейчас я сделаю, а быстренько натру с чесночком. Потом сварю ее и потру на терочке чеснока туда и майонезика. И компот. У меня ягоды очень много. А это прям вот чистый-чистый такой компотик. Думаю, я куплю и буду варить компот. Ну, все, девчонки, пью чай и пойду заказ делать себе. Закажу продукты. А то это тоже не дело. Все заканчивается. Ну, я говорю, я заказывала в довольном слоне. Кто со мной давно, мои подписчики, мои друзья, они знают, что я заказывала аж в октябре, перед ноябрьскими праздниками. Вот представьте, у меня еще там мясо еще есть на подложках. Оно есть у меня. Но все равно уже надо дозаказывать. Жульки-то мы набирали, а для себя мы не брали. Посмотрю, что там есть. И буду сейчас делать заказ. Девочки, вот я целый час хожу по сайту, выбираю себе, что взять мне. Вот смотрите, это кто живет. Во Владивостоке, в пригороде. Вот сайт, народный интернет, супермаркет. Довольный слон. Я им пользуюсь уже, ну, наверное, лет пять, это точно. Постоянный. Я у них клиент. Вот здесь, ну, это моя уже корзинка. Вот что я заказываю, все, она в корзинку. Сегодня я заказала аж на 10, 905, 87 рублей. Вот здесь прайс-лист. Можно открывать. И полностью, полностью там весь перечень. Очень много всего. Вот видите, здесь продукты питания, бытовая химия, косметика. Товар из Японии и Кореи, товар для детей, зоотовар, хостовар, канцтовар, подарки. Ну, все есть. Я говорю, от коробки спичек до половой тряпки. Вам все привезут. И продукты все-все есть. Вот моя, да, на 10. Вот скидка у меня, видите, уже 3% идет. 337,29. Ну, то, что если заказываешь на сумму полторы тысячи и выше, там идут, значит, от первой покупки идут скидки, а потом уже, вот, как мне, так бесплатно уже идет полностью доставка. Вот смотрите, что Яна заказывала. Видите, какой большой перечень. Мука я заказываю 5 килограмм. 5 килограмм стоит мешок, вот, от мельника. 170 рублей, девочки, у нас. Кетчуп. Махеев. Вот такие вот пачки. 260 литров. Три штуки на 125-40. Томатная паста от Максима. Я только ее люблю. 900 грамм банка. Стоит 185-80. Потом я заказываю. Икра баклажанная. Три штуки. 156. Зеленый горошек. Все. Фирма Фрау Маркет. Четыре банки. 212. Кукуруза. Фрау Марта. Пять банок. 260 рублей. Ну, огурцы. Потому что Вера моя любит. Ну, мы покупаем фикс прайс. Я покупала и светофори. Но раз заказываю, пусть мне привезут. Две баночки. 720 миллилитров. 148 рублей. Теперь крупы, что я заказываю. Смотрите. Крупа гречнева. 5 килограмм. Вот такой вот пакет. 305,76. Крупа пшено. 5 килограмм. Вот. 416 рублей. Вот что-то пшено дорогое стало. Вообще, я посмотрела, что эти... Все подорожали. Ой, что-то у меня вот здесь рис выбило. На аж три. Рис я беру крупно. Кругло зерновой. 5 килограмм. Тут неправильно у меня. Три штуки, а нам надо одну. Не надо мне три. Вот. Пересчитают. Ну, рис, он там что-то... Потом посмотрим, пересчитаем сейчас. Макароны, макфа, спагетти по 400 грамм. Три пачки беру. 165. Выбила. Тут Вера у меня лазила еще. Рису много. Но это пересчитается сейчас. Потом макароны, вот такой гранд паста. Спагетти полкило, две пачки. Получается пять пачек. 165,60 и 164 рубля. Сахар, песок. Есть у нас московский, но он, девочки, не сладкий. Его берешь, он вообще... Ну, никакой. Уссурийский сладкий. Наш хороший сахар. Вот, 10 килограмм я беру. 679,50. Соль экстра. Вот такая от Ура... Байкал... Байкалочка, да. Мелкая. Пять пачек. 135 рублей. Ну, Вера выбрала вот коктейль. Чудо-коктейль. Литровые. Шоколад, ваниль, клубника. По 109,20. Три литра вот взяла ей. Потом беру чистящий гель. Сарма. Очень хороший. Две штуки. Вот свежесть и две дезинфекция. Это мы чистим унитаз и душевую кабину. По 174 рубля. Вот две и 174, еще две. Четыре штуки. Бумага. А, четыре. Пятьсот листов. Я беру одну штуку. Двести сорок четыре сорок. И мясо. Мясо выбора нет. У нас две птицефабрики закрыли. И эти свинофермы вроде как закрыли. Не буду говорить точно, но якобы там ящер прошел. А птицефабрики, да, закрыты. Вот тут, что сейчас у них есть в наличии. Бедро цыпленка при асколии я беру 10 килограмм. Это будет стоить 1921, но 10 подложек выходит там. Печень цыпленка при асколии я беру 4 килограмма. Получается 643,60. И яйцо, девочки. Яйцо Белоречка 20 штук. Ой, это что-то опять насчитали 1520. Два десятка надо писать. Не 20 штук. Вот здесь надо удалять. Ну да, вот видите, неправильно здесь оформилось. И здесь яйцо деревенское один десяток. Вот здесь убираем. Два десятка. И здесь тоже два десятка. Смотрим. Яйцо Белоречка. Один десяток. Мы два берём. И яйцо деревенское, оно жёлтое. Берём тоже два десятка. Пересчитать. А то, думаю, сумма что-то аховая получилась. Вот смотрим, что у меня теперь получится. Рис должен быть. Вот рис у нас идёт 5 килограмм. 418 500. 50 копеек вернее. Ну вот, девчата, вот так вот я закупаюсь, потому что носить на мою сопку нет желания даже. Яйцо вот два десятка Белоречка 150, значит, по 75 десяток стоит, да? И деревенское у нас стоит 188 за два десятка. Получается 94 рубля один десяток. Вот эти можно кушать, эти можно добавлять там куда-то. Пересчитали. У меня идёт скидка 147,28. И, значит, у меня выходит к оплате 7216,88. И нажимаем оформить заказ. Всё. У меня есть уже здесь мой аккаунт. Сейчас я вот это всё-всё заполню. и они мне утром перезвонят, девочки. Это я уже сделаю не на камеру сейчас, а адрес тут вот. Я введу логин свой и пароль. И у меня всё уже будет вот здесь заполнено, потому что у меня всё есть. Вот пишу доставку на какое число и на какое время там, до трёх дней или с трёх дней оплачиваю картой, могу наличкой. В этот раз у меня налички нету. Вот, поэтому оплатим картой. И завтра мне буквально перезвонит женщина и скажет, что ваш заказ сформированный. Как вам удобнее привезти? Я всегда ей говорю, что мне удобно, вот, допустим, с трёх часов и до шести. И в это время они пунктуально привозят человек с накладной. Мы всё открыживаем по накладной весь товар. Если чего-то нет, они делают возврат денюжки. И всё он мне заносит на веранду, девчата. Вот таким образом мы пользуемся уже лет пять. Вот. Я это заказываю, и мне, девчата, будет это надолго-надолго. Ну, сейчас я всё заполню, а потом вам покажу кофточку. Девочки, ну, покажу вам немножко кофточку. Я же связала для внучки из пряжи, вот, которую я покупала в фикс-прайсе, белую, да, вот такие вот этикеточки. По 59 рублей они были у нас. Ну, тут по 108 метров, по 40 грамм они. Один моток у меня было шесть моточков белый. Один моток остался целый и немножко ещё от одного. Получается, почти пять моточков ушло сюда. Вот я здесь вот пришивала розочки, бусинку, но мне сегодня Марина Крут написала, Тань, если белочки это, это перебор. Да, перебор, девочки. Я прислушалась, я порола розочки, они не нужны. Оставила вот белочек. Ну, я вышиваю второй раз в жизни по вязаному изделию. Девчонки, вы уже сильно ко мне не придирайтесь, потому что это... Видите, у меня вышла одна белочка как бы пониже, поменьше она. Ну, вот здесь вот. А это уже лучше получилась белочка. Она вот побольше, ну, ровненькая как бы. А тут типа травки я вышила. Ну, ничего. Вот эту я переделаю. Тут два редка. И тут... Ну, пускай. Глазки вот сделала. И вот здесь вот, где ручки, надо ещё вот, типа глазок сделать, как орешки. Это я добавлю. Завтра я её постираю и сделаю мастер-класс. Вот она внутри. Получается как... Вот, видите? Вот это вот. Ну, я думаю, неплохо. Я обвязывала розовой ниткой бэби-бэст, ализе бэби-бэст у меня розовая была. Столбики без накида прошла ряд. И потом... Как его называют-то? Рачим шагом, девочки. Рачим шагом. Рукавчики и горловинку я сделала вот так. Две петли пропускала, в третью пять воздушных столбиков, две петли пропускала, втыкалась и снова. Две петли пропускала, пять воздушных с одним накидом столбиков и далее. Связала кофточку. Ну, она будет, конечно, ещё чуть-чуть длинноватой. Рукавчики. Ну, с тем расчётом я делала, чтобы ребёнок поносил этот год и хотя бы зиму следующую. Нет у меня пуговок, девочки. Белые пуговки на этой кофте потеряются. Поэтому я поеду, когда на луговую, зайду в ткани. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пуговок. Мне нужно вот розовеньких вот таких, купить. Куплю и потом покажу уже. С пуговками пришью. Завтра я её днём постираю, утром. Сниму мастер-класс по ней. Взвешу уже всё и расскажу, сколько петель набирала, какими спицами вязала. Это я всё-всё-всё расскажу, девочки. Вот. А так, правда, оно вот без этих розочек лучше смотрится, потому что действительно был перебор. И ещё нужно было вот этих белочек пониже, конечно, вывязывать. Ну, девочки, я это всё учту. Мы сколько вяжем, столько учимся, я так скажу. Я не могу сказать, что я прям вот супер-мастерица или что-то. Я всего-то вяжу пять лет. Учусь всё по ходу, по ходу действий, девочки. Поэтому, я говорю, у меня вот был первый светерок, я сердечки там вывязывала, сейчас вот белочек. У меня ещё схемка, я там выкладывала в одноклассники. Кошечка тоже есть в планах светерок связать внучки и на спинке вывязать кошечку. Ну, по кофточке пока всё. Девчата, я хочу ответить на комментарии. Сейчас только переставлю телефон, потому что мне неудобно разговаривать, когда я просто вот должна смотреть в пустой стол и разговаривать. Я так не умею. Нужно, чтобы вы видели моё лицо вообще, когда люди общаются, они смотрят друг на друга. Я буду на вас смотреть через экран, а вы будете смотреть в экран и видеть меня, потому что так я считаю правильнее, чем вы будете видеть вот мою кофту и я буду с вами разговаривать. Вот, поэтому сейчас минутку. Ну, вот, девчонки, я повернулась к вам. Ещё раз скажу всем здравствуйте, мои хорошие. И ещё раз скажу всем огромное-огромное спасибо за ваши добрые-добрые, самых добрых комментариев под моим вот крайним видео. я очень благодарна всем, кто пишет мне, кто общается со мной. Ну, мне очень приятно, очень. Спасибо всем-всем огромное, от всей моей души. Девчонки, многие так вот принимают всё близко к сердцу, близко к душе. я всё понимаю, не плачьте, мои дорогие, всё хорошо, всё хорошо. У многих такие есть сложные жизненные ситуации, и они мне пишут, Таня, мы смотрим твоё видео, и поднимается настроение, хочется жить. Я очень этому рада, девочки. и посылаю вам такой посыл, чтобы вы все были в хорошем всегда настроении, чтобы несчастье обходили вас и ваши семьи, чтобы было благополучие у вас, у каждого, у каждого в семье, мира вам и здоровья. Это вот мой посыл к вам, мои хорошие. А сейчас вот я тут вот несколько вопросов, таких было. Я хочу ответить вам. Вот тоже пишет Наталья Тымченко, час буквально назад. Татьяна, здравствуйте, хотела вас попросить снять видео. Как вы рассчитываете петли? Вот сколько смотрю разные видео, так не научилась. Мне кажется, что вы понятно всё разъясняете, заранее спасибо. Наташ, я в комментарии ответила, но потом подумала, что всё время об этом пишут, многие-многие девочки мне пишут, вот не могу рассчитать туда-сюда. Я решила, что я сниму прям вот короткое видео, да, свяжем образец, и я объясню, как делаю это я. Допустим, образец на спицах и образец с крючком и поясню вот на своём примере, а вы уже будете применять к своей фигуре, к своим меркам и так далее. Я это вот прям вот записала на бумажку, что я это сделаю. Вот. Потом вот Ольга Зуева тоже час назад пишет. Здравствуйте, смотрю ваш канал, я не вправе вам советовать, вы женщина опытная в возрасте, но сейчас пост великий, а вы мясо лопаете. У вас со здоровьем проблемы и у вашей дочки тоже. Надо ближе к Богу пост, молитвы, это нетрудно, но благодать будет большая, удачи вам и здоровья. Извините, что не так. Ну вот, ну вот как ответить на этот комментарий? Человек верующий видно пишет. Если вы смотрели мои видео, то и в тегах я отвечала мое отношение к Богу. Да, Бог у меня в душе, Он есть, и я верю, но я не настолько набожный человек, я в церковь не хожу и службы не посещаю это раз, а во-вторых, если вы верующий, ну как можно так написать, а вы мясо лопаете другому человеку. У вас проблемы со здоровьем и проблемы у вашей дочки. Я хочу сказать, проблемы со здоровьем были у меня, но я не первая и не последняя, кто пережил инфаркт и кого пропереживали. У меня два стенда стоят, я не скрываю. Стенд один закрылся, его раздули и в него поставили второй стенд. Есть люди, у которых стоят и по пять, и по шесть, и даже по восемь стендов. В этом ничего нету, девочки. Это наше здоровье, это наша жизнь. У моей дочки со здоровьем все в норме. Операции бывают разные. Я же не написала, какая операция. Она здоровая. У меня их три дочки. Слава Богу, все здоровые. Но операция есть операция. Под общим наркозом это операция опасная для любого человека. Я как мать, естественно, я переживал за своего ребенка и просила помолиться за нее. И спасибо всем, мои дорогие, всем, 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 кто меня поддержал в эту минуту. Но еще раз говорю, мясо лопаю я или не лопаю, это один вопрос. Я не придерживаюсь постов, я не придерживаюсь вот этих воскресных субботних похождений в церковь, служб. Я же и прошу вас, девочки, относитесь с пониманием, если вы верующий человек, а я не настолько верующий, как вы посчитали, я же вам не говорю, что вы должны, не должны сидеть в интернете, а вы должны сидеть в церкви и отбивать поклону Богу 24 часа в сутки. Извините за грубость, но я вам ответила. Не надо так вот мне писать, кто что лопает и сколько лопает. Люди не лопают, а едят. Вот. Проехали этот. Вот просто, ну, знаете, ну, сил нету, вот просто сил нет. Ой, вот. Вот просто, знаете, вот бывают такие комментарии, вот, думаю, ну, где хейтеры, я их удаляю, блокирую, просто удаляю. Ну, как ни странно, их стало мало на моем канале. Я просто не обращаю внимания, не отвечаю, не ставлю ни сердечки, ничего. Но тут, тут явно человек говорит, что он в Бога верит и несовместима верующему человеку с такими словами. Ну, несовместимость идет просто. Был такой вопрос, девочки, вот расскажите, расскажите что-то про землю. Сейчас. Так, сейчас, мои хорошие, сейчас я его найду, этот вопросик. Вот, девочки, я нашла София Симонан. Ну, тут по-нерусски написано, я вот читаю, знаете, как английские буквы, я читаю, как немецкие. София Симонан. Золотая мама Танюша, скажите, как родные дети принимали Верочку. Ну, когда я Верочку брала, опека же спрашивала согласие моих детей, так как Катерина живет в Америке, ее согласие не требовалось. А старшая дочь Наталья, она ходила со мной в опеку, когда я проходила вот эти все, собирала документы, уже все, все собрала, медкомиссию, я девчонки медкомиссию, люди проходят, бывают, месяцами. Я ее прошла, вот вы не поверите, за два дня. Я вставала в шесть утра и бежала в поликлинику первый день и второй, и за два дня я прошла полностью всю-всюю комиссию, медкомиссию. то дочь моя ходила со мной в опеку старше и писала согласие на то, чтобы, что она согласна, что я беру ребенка. Хорошо, хорошо, мои дети относятся хорошо, она наша, понимаете, она наша. Я говорила, что в этот же год вот я ее взяла и в этот же год приезжала Катерина, чтобы познакомиться, Наташа уже жила отдельно от нас, но мы все время ездим и Наташа к нам, и мы к Наташе и она считает, что это ее родная сестра. Никто никогда не сказал, что да у нас нет у этого слова приемный ребенок в нашей семье. Просто его ну что это значит приемный ребенок? Нет приемных детей, девчат. Если я ее взяла, то это мое и она моя родная дочь. У меня даже соседи по квартире, я же ушла оттуда в 2003 году, тетка схоронила и я сюда перешла жить. Мои соседи, с которыми я прожила еще в центре 20 лет и 10, 10, да, 13 лет в квартире я прожила, многие соседи даже не знали, что это ребенок немой. Не я ее родила, они думали, что я родила, Наташу спрашивали, мама что, третью родила? Наташа говорила, да, да. Люди удивлялись, говорят, ну какая молодец, в таком-то возрасте уже родила еще ребенка, она говорит, и что? Многие не знали, а многие и по сей день не знают, что не я ее рожала, поэтому у нас этого слова нету, они три родные сестры. Вот я думаю, что я ответила на этот вопрос. Из этого все вытекает, все абсолютно. Просто те старшие, Вера моя уже тетка, тетка для Кристины, Кристине 4, а Вере 14, но она тетка является для Кристины. Вот. Вот так вот. Потом тут еще у меня был такой вопрос про, а вот про лагерь. Ольга Антия, Здравствуйте, Татьяна, расскажите, если знаете что-либо о лагере Океан, была ли там Вера, или может быть вы собирается, думаю, что у нее может быть льгота. Девчонки, Океан, Океан, ни разу, ни мои дети там не были старше, ни Вера. Нам давали, опека каждый год предлагала путевки в лагерь, то она была маленькая, я ее не отдавала. А потом она у меня два лета была в лагере. Сейчас вам скажу. Ну, наверное, ей было лет 10 и 11. Вот в эти вот года она у меня одну смену была, одно лето, а на следующий год она две смены подряд, ну, в разных лагерях была. И мы подумали, решили, что больше я ее не пущу, ни в какой лагерь. Путевки у нас были бесплатные, к Дому пионеров мы туда привозила, я ее там подъезжали автобусы, детей всех сажали в автобус и отправляли. Ну, сейчас хорошо, телефоны и все. Я отдыхала первый, второй день спокойно дома, на третий день у меня уже наваливалась тоска, а на четвертый день хоть руки в ноги бери и бежи бегом за ребенком. Это такая тоска, ну, просто невыносимая. Поэтому, девочки, и она там, она приезжала, пока этот коллектив новый, пока они там обзнакомятся, она, значит, плачет и звонит, мама, я хочу домой, а потом уже, когда они освоятся, обзнакомятся, она пишет, да вроде как и хорошо, звонит, вернее, не пишет, я бы еще осталась, а тут уже надо уезжать. А потом, девочки, уже такой возраст пошел, мы взрослеем, и уже в лагерь, ну, любая мама меня поймет, я не отпущу уже ребенка от себя, ну, как я ее отпущу, кому там наши детки нужны, а во-вторых, наслушаешься, то там перевернулась лодка, то там утону, кто-то, то там что-то случилось, нет, девочки, пускай она будет при мне, и мое сердце будет спокойной, душа, вот, поэтому в лагерь мы больше не ездим, вот, поэтому так, только вот так, потом еще был такой вопрос, вопрос такой был, я не помню, кто его задавал, как ваш дядя получил этот участок земли, девчонки, ну, на нашей сопке давали участки в прошлом веке, представляете, они строились с теткой 1900, сейчас я вам скажу, ну, я только родилась, они строились 1960-е, наверное, года, потому что домовая книга где-то с 60, то ли, первого года, что-то вот в таких вот годах, они строили дом сами, они жили тут вот по улице Снеговой, у них была в многоквартирном двухэтажном старом доме квартирка небольшая, я же говорила, что тетка моя сюда завербовалась, а раньше как вербовались, на пароходы, в море пойти, вот она пошла в море и там познакомилась со своим мужем, с дядькой моим, вот, и потом они уже женились и им вот дали этот участок и они сами, тетка с дядькой и младшая сестра моей тетки, моей мамы с мужем помогали им строить этот дом, они его строили года четыре, а потом уже зашли сюда жить и достраивали веранду, вот это все, постройки там тут много было сараев, огород сажали, вот эту вишню тут сажали, но вишня у нас не такая как на западе, там черешня мы ее звали, это западная, а здесь вот такая вот вишенка бабок светится, летом покажу вам, она как кустарник, я такую, покуда не жила в Приморье, я даже и не знала, что такая эта вишня, когда первый раз ее увидела, сестре говорит, что за кусты, что это, она говорит, это вишня, я говорю, как вишня, у нас дома была вишня вот на вот таких вот этих корешочках и две вишни, фиолетовые, красные, красно-фиолетовые, вот то вишня, а это так, вот им дали участка, они строились, построились, а потом же приехали мы, сестра и я следом, ну так вот получилось у тетки, что один сын пришел с армии, они его похоронили, он, ну, был этот всесоюзный субботник ленинский, и они шли с танцев всей кучей, там, что-то там разодрались, драку попали, мы пробили голову в этой куче малых, он выскочил с нее и попадает под машину, его еще стукнула и машина, и не довезли его до скорой, ему было 21 год, и вот остался у тетки моей старший сын, 50-го года, а вот 51-го года они схоронили сынка, почему она у мамы попросила Любу, Любу привезли сюда, через 2 года приехала я, вот, и тетка, я очень близка была с мамой, очень-очень близки, и мы с матерью были, вот я так с отцом не была близка, с отцом наоборот была Люба ближе к отцу, а я почему-то вот к маме, и когда я сюда приехала, моя тетка мне заменила маму, она стала моей второй мамой, вот действительно мамой, а не теткой, вот, ну, вот я ответила на эти вот вопросы, девчонки, потом, какие-то еще были вопросики, если, говорю, кого-то что-то еще интересует, спрашивайте, спрашивайте, я буду, конечно, отвечать обязательно, вот тоже Екатерина Церпская пишет, хочу вторую серию, и жду фотографий, ну, я говорила, да, я вам покажу фотографии, девочки, я вам покажу свою мамочку, папочку, и покажу Верочку, найду, полистаю вот днем, потому что фотографий у меня очень-очень-очень много, если там иной раз у меня вот как-то ностальгия нападает, да, я вот так на диван вытащу вот эти все свои коробки, фотоальбомы, я могу целый день проглядывать фотографии, это мои фотографии, потом у меня мамины фотографии, что мы привезли, но я же их не могу девчонки выкинуть, ни в коем случае, потом фотографии моей тетки и ее семьи, я тоже не могу их выкинуть, это, это же жизнь, это жизнь моей родни, вот когда уже я-то храню все эти вещи, все вещи храню эти, я не могу это выбросить, у меня даже есть, знаете, что мама умерла в четвертом году, письма, письма, которые писал брат моей мамы, когда я маму забрала после инсульта, и мама их в коробочке вот так вот перевязывала резиночкой и держала в такой коробочке из-под конфет, у меня даже эти письма лежали, я их только вот по-моему даже не все выбросила, они очень долго у меня лежали, мне тяжело выбросить эти вещи, очень тяжело, и поэтому у меня все это хранится, а тетки мамины медали там вот ей давали как ветерану, там какому-то дню рождения Ленина давали, они тоже у меня есть, потом тетка у меня была заслуженный донор, все вот эти значки и удостоверения, они тоже лежат по сей день, ну как их выкинуть, вот как их выбросить, у меня руки не поднимаются на это, я не могу это выкинуть, оно лежит, оно лежит в отдельном уголочке и лежит, я не знаю, может быть, я одна такая, что я храню такие вещи, у меня лежат девчонки, от моих девчонок вот эти с роддома бирочки на марлевых веревочках и такая красная клеенка, красная, и на них написано, дочка там моя, одна, вторая, вес, и во сколько родились, они уже вот так вот скрутились и засохли, но они лежат, это ценность для меня, драгоценность, одной бирочке уже 40, а второй бирочке 38 лет, и в таких конвертиках бумажных, в которых мы писали письма, у меня лежат волосики старшей дочки, в годик я ее стригла, и весь вот этот пушочек волос, он у меня лежит в пакетике из-под письма, и второй дочке волосики, они у меня посередине лежат, лежат девчонки, это я никогда покуда живая не выброшу, оно лежит, я периодически их достаю и трогаю, почему у меня связь такая с Катериной, я ее чувствую, хоть она далеко живет, но я все, все, ну, как сказать, я ее ощущаю рядом, абсолютно рядом с собой, ну, вот, ну, вот, фотографии покажу обязательно, девочки, обязательно, вот, потом, что вам еще тут ответить, хотела сказать, и уже, знаете, вот, когда сядешь, начинаешь говорить, и с головы половина вылетает, нужно записывать, наверное, все, ну, вот, я читаю ваши, вот, комментарии, девчата, настолько, настолько они хорошие, но, последний комментарий, девочки, не плачьте, только ради Бога, вот, вот, читаю, вот, тут, видите, Анна Шиловская, Таня смотрела, она ревела из доска, другая тоже, вот, Арияна плакалась, и слезы сами текли, девчата, огромное вам спасибо, огромное, я с каждым днем убеждаюсь, что у нас очень много хороших людей, очень, очень, очень много, очень много, вы знаете, вот, пришел, говорю, взять ко мне вчера, буквально, а с меня прям вот пышет поделиться, мне с Махачкалы, звонит Асечка, она настолько уже вот, вот, ну, настолько родная для меня стала, или Ирочка Мусина, я давай ему рассказывать, он смотрит на меня, аж рот открыл, слушает, я говорю, Костя, столько людей, столько людей у нас хороших, об этом даже вот, можно только догадываться, но когда ты ведешь канал, и ты начинаешь общение, вот это вот, да, и когда уже тебе пишут, не только в Ютубе, комментарии, а ты общаешься уже на телефоне, и в Ватсапе, там же голосовая связь, это вообще, это настолько сближает, что ты уже чувствуешь, чем дышит этот человек, понимаете, людей очень много хороших, очень, и я вот благодарна судьбе, что вот так все у меня сложилось, что у меня получилось узнать компьютер, я же сама его изучала, я ни на какие курсы не ходила, и сейчас еще я многое-многое не знаю, я учусь все по ходу, что вот судьба так сложилась, что открыла я канал, что познала я столько людей, узнала хороших, общение с вами, девчата, я просыпаюсь, уже читаю, бегаю свои дела, какие-то делаю, помимо опять цепляю телефон, открываю комментарии, смотрю, кто мне что написал, я очень благодарна за это судьбе, очень, поэтому девчата, будем общаться, будем дружить, обязательно, кому что непонятно по вязанию, пишите, пишите, пишите только в, или в одноклассниках, в личное сообщение, или в контакте, я есть, пишите там, я если могу объяснить, я всегда объясняю, всегда расскажу, там мне проще объяснить, там есть голосовая связь, я могу объяснить, чтобы человек меня услышал, и немножечко понял, понимаете, в ютубе под комментарием не все напишешь, вот что, поэтому, девочки, вот это вот, понимаете, как, ой, ну, тут вот, я не найду сейчас те, те комментарии, а вот тут тоже пишет мне, тут какая-то Светлана В, странно, а я никаких вопросов не задавала, я прошла мимо этого комментария, потому что человек действительно не задавал, и я ее не упоминала в своих видео, а человек просто написал, может быть, тоже хейтер, но я даже не обратила внимание на это, вот, девчонки, я, наверное, буду сейчас заниматься, вот, кофточкой, хочу все же вот здесь, мне правильно подсказала, вот, Марина Крут, что Таня сделает, вот здесь, вот, вот здесь, вот видите, как бы ручки, вот я глазик сделала, а сделала вот такой, вот, с фикс прайса, синенький, но у меня нету, по-моему, черненьких, ну, сейчас посмотрю там, или коричневый надо, цвет какой-то, орешки, вот где вот тут вот ручки, да, вот лапки, можно действительно сделать, как орешки, или что-то такое, а можно вот так вот, капельками, как будто она грызет орешки, да, видите, у меня травка, какая смешная получилась, может быть, и оставить ее, такую, как она есть, девочки, я даже не знаю, здесь вот такая, здесь такая, но ничего, это я только учусь, будем делать, будем вязать, и с каждым разом у нас будет получаться все лучше, сегодня я хочу еще немножко, наверное, плед повяжу, и сниму ответы там на тег, у меня вот есть желание, а все времени нет, я буду вязать плед, и отвечать на этот, на те вопросики там, а это видео, наверное, девочки, я закончу, вам будет что, повязать под что, послушайте меня, и повяжите, вот, я желаю всем мира и добра, спасибо все, кто смотрит мою рекламу, это мне помощь, моему каналу, вот, задавайте вопросы, какие вас интересуют темы, мы поговорим с вами, Вера тут моя ходит, я поставила на стоп, на стоп, она пить идет, и пьет, а тут печка стоит тоже под электричеством, я говорю, пей с этого, с кружки, осторожно, вот, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал, еще будет много-много интересного, будем общаться, будем вязать, девочки, будет и разговорные, и мастер-классы будем делать, все будем, будем дружить, самое главное, это дружба, вот, она прогресс всего, и двигает нас вперед, я так скажу, нажимайте на колокольчик, там вот рядом слово подписаться, и рядом колокольчик, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о моих следующих видео, я стараюсь, девочки, вы заметили уже, у меня выходят влоги, чуть ли не каждый божий день, потому что, если у меня день-два нет, девчата начинают мне писать, Таня куда пропала, мы скучаем, поэтому я, девочки, буду стараться, вас не разочаровывать, вот, всем здоровья, всем улыбок, всем теплых денечков, вот, и всем счастья, мои дорогие, с вами была ваша Татьяна, до следующих встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok,